МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Существуют машины от сжигалки. И они, кстати, не должны иметь большой коры, если у лошадиных сил под капотом. Они должны быть на механке. Это не сам Блюбер. И теперь из истории марки. Очень-очень популярные Блюберды в Японии. Но кто-то может сказать, что это похожая автомобильная Ниссан Альмера. И, в общем, этот человек не будет неправ. Но в отличие от европейской версии, Блюберды в Японии, ну, они выполнены по-другому. То есть пластик и все остальное. И хотя это недорогой вариант, всего лишь 260 тысяч рублей, качество здесь присутствует. Качество и объемы. Чтобы продемонстрировать вам японский подход к глобализации, покажем автомобиль старшей базой для продвижения во всем мировом направлении. Ниссан Блюберт Сильфия. Сразу расставим все точки над И. Никакого отношения к легенде японского автопрома с 12 циклами превращения лучшего из лучших он отношения не имеет. Это не Блюберт. И правильно его назвать Сильфия. А Блюберт Сильфия отпочковался от Санни. В 2000 году свет увидел этот автомобиль, ориентированный на возрастную категорию лиц 40-55 лет. То есть для тех, кто пожрал дорогие машинки, нажрался ими плавно готовиться к пенсии. Отсюда консервативный дизайн и экологичные и экономичные движки. QR-20DD, QG-18DE и QG-15DE. QG-18DE устанавливался на полноприводную версию. Движки в аккурат для России. Если что, с небольшим количеством японских пони, не разрушающих бюджет транспортным налогом. Его правильнее отнести к промежуточному классу между С и Е. Комплектовался автомобиль вариатором, автоматом или пятиступкой механкой. Поэтому говорить о проблемах с запчастями как-то не приходится. Естественно, раз это продукт глобализации, выпускался он и в Китае, совместно с Dongfang Motor. В Таиланде он назывался Sunny Neo, а в Корее Samsung SM3. Ну а в России, не падайте, это никто иной, как Nissan Almera, который долгое время продавали как Nissan Almera Classic. Дальше будет чуть-чуть, но пожестче. Долбанную рекламу снимателей головных уборов от Nissan помните? Тиана, Тиида, не помню как. Но база-то Сильвия второго поколения. Как и сам автомобиль-то. То есть, как снимать шапку в знаке приветствия перед автомобилем для предпенсионного возраста как-то непонятно. Мало того, нахрена ее снимать, если в 2012 году вышел чистый Сильвия третьего поколения. Сильвия второго поколения. Субтитры подогнал «Симон»